Вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин. И сегодня поговорим о Яндексе и о Сбире. Вот такой сюжет у них. Сначала две этих высокотехнологичных корпорации, два этих российских IT-гиганта состояли в Союзе, притом, возможно, недобровольном, а теперь разделились и неизбежно должны вступить в бой. Каждый из них уже давно больше, чем то, чем он был в самом начале, не поисковик и не банк. Это сейчас суперсервисы, экосистемы. Об их разводе и о будущем расскажем сегодня. Моя собеседница, журналистка «Медуза» Мария Коломыченко, она пишет об IT-секторе и, само собой, отлично в этой теме разбирается. Прежде чем начнем говорить с Машей, пару слов о событиях этой недели. Во-первых, на днях стало известно о суперсделке о готовящемся слиянии Яндекса и Тинькофф Банка, двух высокотехнологичных российских компаний, и вместе это будет гигант, который сможет потеснить на рынке финансовых услуг Сбербанк. Во-вторых, тот самый Сбербанк прямо вот сегодня, 24 сентября, провел большую презентацию, рассказывая о себе новом. Стилистически она была небезупречной. Это такой рассказ по ролям. Руководители Сбера обращаются к знаменитостям, например, к Диме Билану, к Валерии, к Пашу, к Андрею Малахову или Кристине Асмус, и объясняют им, как пользоваться тем или иным сервисом или девайсом. Мой, стыдно сказать, любимый эпизод, где Михаил Боярский выступает в роли такого чудаковатого старичка. Да, на банк, похоже, мало. Как-то поуютнее. Говоря об уюте, может быть, кофе с дороги? Кофе? Я не знал, что вас теперь кофе подают. Спасибо. Растворимый, пожалуйста. В целом, конечно, важно не как, а что было сказано. В своей презентации Сбербанк провозгласил, что он отныне не банк, а, как и Яндекс, экосистема, конгломерат сервисов на разные случаи жизни. Не просто вклады счета, оплата услуг, а доставка продуктов и готовой еды, такси, геосервис и система рекомендаций, онлайн-кинотеатр и музыкальные приложения, свой голосовой помощник и свои умные устройства, ну и так далее. Это все была предыстория, а вот сейчас объясним, как Яндекс и Сберб к этому шли и что у них должно получиться в итоге. Мария Коломыченко с нами, журналистка «Медузы». Привет, Маша. Привет. Сбер, конечно, своей презентацией впечатлил, немножко насмешил, но давай в хронологическом порядке поговорим про происходящее. Деловые ньюсмейкеры этой недели Яндекс и Сбербанк прежде были союзниками. Когда это было? Как сложилось партнерство? Можешь рассказать? Ну, у них очень давняя история взаимоотношений. Надо тут напомнить, наверное, что Сбербанк очень долго владел золотой акцией Яндекса с незапамятных времен. Я не помню точно год, если честно, я тогда еще маленькая была, но, по-моему, 2009 год был, когда Сберб стал обладателем золотой акции. Она давала, по сути, право вето на какие-то решения Яндекса, и это была такая защита Яндекса от, скажем так, государства и возможность государству влиять немножко на решение Яндекса. Это все было сделано, когда Яндекс, знаешь, уже стал таким большим, что государство стало к нему чуть-чуть проявлять интерес и пытаться как-то влиять на него, но при этом не хотело сильно вмешиваться. И вот тогда эта золотая акция стала таким компромиссом. В прошлом году, как ты помнишь, там все изменилось. У Яндекса возникли значительно большие проблемы с нашими органами власти. И появились там соответствующие законопроекты, которые могли сильно осложнить ему жизнь. И тогда все переиграли. Сбербанк эту золотую акцию обратно отдал Яндексу, и все стало значительно сложнее. Теперь ей владеет совсем не Сбербанк. Но это был такой их пример первого партнерства, и, соответственно, Герман Грефт с Аркадием Воложем, знакомым вообще с незапамятных времен. Потом случилось их вот это вот партнерство в рамках сервиса Яндекс.Деньги. Сбербанк купил долю. И затем было вот это вот масштабное их партнерство, после которого все развалилось, в рамках маркетплейса Беру, соответственно, в рамках сервисов электронной коммерции. Казалось бы, это все вот должно было наоборот и объединить их, но нет. В итоге Яндекс со Сбербанком, ну, довольно шумно на самом деле развелись. Про это очень много писали СМИ, хотя и Лев Хасис зампредправления Сбербанка опровергал очень долго наличие каких-то проблем. Но слухи так или иначе ходили про это все. И в итоге закончилось это все тем, что разделили они свои сервисы. Яндекс.Деньги в итоге полностью отошли к Сбербанку и теперь будут называться YouMoney. Маркетплейс Беру, наоборот, Яндекс забрал себе, соответственно, финансово они там тоже договорились, сколько чего они друг другу за это заплатят, там 42 миллиарда. В итоге должен будет заплатить Яндекс за Беру Сбербанку, и там чуть больше 2 миллиардов, 2,4 миллиарда рублей. Соответственно, Яндекс получит за свою долю в Яндекс.Деньгах, которые выкупит Сбербанк. Слушай, вот про это партнерство Беру и Яндекс.Деньги, вообще про союз Яндекса со Сбербанком говорили, что они будут строить русский Амазон. Не знаю, если бы сравнение было более современным, наверное, говорили бы про русский Алиэкспресс. В этом партнерстве, которое началось, как ты правильно сказал, в 2009 году, когда золотая акция перешла Сбербанку, и это было на самом деле вехой, потому что прежде сугубо частный IT-рынок стал настолько важным для государства, что оно решило ввести какую-то такую форму контроля. Это партнерство, оно было все-таки коммерчески обусловленным, делаем Амазон, или оно было политически обусловленным, нежелательным, навязанным? Смотри, там была какая-то такая история. Вообще все изначально начиналось именно вот с желания, во многом именно с желания Сбербанка создать какой-то вот этот русский Амазон. Все, что касается того, почему вообще Сбербанк пошел в эту тему с электронной коммерцией. И на самом деле изначально же они вели переговоры с Алиэкспрессом. То есть вот это вот партнерство, которое в итоге вылилось в Алиэкспресс, РФП и Mail.ru Group, которое они сделали, оно должно было быть на самом деле иным. Это должен был быть Алиэкспресс плюс Сбербанк и еще что-то там. Но ходили опять же такие очень достоверные слухи, что Герман Греф и Джек Ма не договорились. Они тогда китайцы хотели очень много доступа к различной информации о пользователях Сбербанка. Герман Греф не готов был предоставлять им это. И в итоге в качестве компромисса они пошли другими путями. Алиэкспресс пошел в итоге к Mail.ru, к РФП и к вот этим всем товарищам из Лиги Усманова. А Сбербанк пошел к Яндексу. Пошел к нему, ну потому что Яндекс это крупнейшая интернет-компания в России, потому что в принципе у них там есть какой-то опыт в и-коммерсе. Яндекс.Маркет в свое время там был прорывом. И потому что действительно это их давние партнеры. Вот в рамках сервиса Яндекс.Деньги до этого там была золотая акция. Понятно, что история с золотой акцией, она была действительно политическая в 2009 году. То есть тогда это был элемент с одной стороны давления, а с другой стороны защиты для Яндекса. И насколько мне известно, то что в итоге эту золотую акцию в 2009 году получил Сбербанк, это был такой компромиссный вариант. То есть для Яндекса это было неплохо. Эту золотую акцию могли отдать кому-то другому, и тогда давление было бы сильнее. Ну то есть на самом деле Сбербанк все эти годы никаким образом в принципе не влезал, и эту золотую акцию не использовал для наложения права ВИЭТа на какие-то решения. То есть в принципе она у них просто лежала во многом. Окончательный развод был оформлен между Яндексом и Сбербанком в 2020 году, летом. И Сбербанк получил под свой контроль Яндекс.Деньги, а Яндексу достался то, что называлось Беру, Marketplace, и то, что сейчас является частью Яндекс.Маркета, такой агрегатор онлайн-магазинов. Герман Греф тогда уже заявил, что развод случился потому, что Сбербанк не банк, это уже IT-компания, и его экосистема конкурирует с Яндексовской. Насколько сильна это была конкуренция, и насколько она сильна до сих пор? Сравнимы ли это величины? Прав ли Герман Оскарович, когда воспринимает свое предприятие таким образом? Тут нужно понимать, что эти экосистемы стали конкурировать не просто так, неожиданно в какой-то момент Сбербанк понял, что мы все-таки конкуренты, и мы не можем сотрудничать. Нет, Сбербанк сделал определенные шаги, когда понял, что с Яндексом не складывается, чтобы создать конкурирующую экосистему. Соответственно, еще до того, как Сбербанк с Яндексом развелись, Сбербанк инвестировал в Mail.ru, сделал совместное предприятие с Mail.ru, миллиард рублей туда вложил и стал обладателем доли в Ситимобиле, конкурирующем сервисе с Яндекс.Такси, в Delivery Club и всех-всех остальных сервисах, которые тоже присутствуют в экосистеме Яндекса. То есть они целенаправленно пошли в это, понимая, что с Яндексом они не договорятся. Они изначально, насколько мне известно, планировали так, что мы сотрудничаем в рамках маркетплейса, а потом, вероятно, мы расширяем это сотрудничество. Ну, то есть изначально все-таки Сбербанк хотел именно получить в дальнейшем долю именно в Яндекс.Такси и в других остальных сервисах, которые есть в Яндексе. Когда они поняли, что это не складывается, они пошли другим путем, они пошли к их прямому конкуренту Mail.ru Group. И таким образом сейчас они действительно конкурируют по очень многим сервисам. И это была такая некая формальная уже отговорка, красивая причина, чтобы разойтись мирно для всех публично. Но понятно, что глубинные причины были в том, что Яндекс со Сбербанком просто не сработались. Не сложилось, потому что для Сбербанка это будущее, а Яндексу Сбербанк был не очень нужен. Деньги он и так мог найти на открытом рынке, например. Но там много ходило о разной такой непубличной информации про то, как именно и почему у них не сложилось. Что все-таки у Яндекса и Сбербанка там очень разные системы управления. Что, например, в Яндекс Маркете, вот этом совместном предприятии, соответственно, которое управляло Беру и так далее, там был топ-менеджмент из Яндекса, там генеральный директор был из Яндекса, который вроде как по слухам не сильно устраивал Сбербанк, они хотели его убрать. При этом, наоборот, в Яндексе были очень довольны его работой. Ну, в общем, там было очень много таких проблем внутренних, касаемых просто управления этой компанией. Там были не самые впечатляющие результаты. То есть сейчас, например, после этого развода Яндекс же объявил, что они вливают обратно Marketplace Беру в Яндекс Маркет, он станет частью Яндекс Маркета. Но они бы не делали этого, если бы это был сильный бренд, который может существовать сам по себе. Просто это все не выстрелило еще так, как они хотели. И я так понимаю, что партнеры во многом винили в этом друг друга. Какая-то грубая шутка просится про то, что Яндекс не хотел, Герман не старался. Смех и жалости, спасибо большое. Нет, я наоборот сдерживалась. Я не знаю, можно ли смеяться в подкастах. Да, да, можно веселиться. Если искать какие-то аналогии с западными компаниями, на что это больше всего похоже? Ну, Яндекс, наверное, все-таки смахивает на Google. Они так и появились, как некая копия с американского оригинала. А Сбер вообще трудно сравнивать с чем-то. Правда в том, что западные банки по сравнению с российскими – это село зеленое, русский финтех, более передовой, более прогрессивный, более технологически развитый. И тут аналогии, наверное, скорее с китайцами уместны, с Вичатом. Сбербанк стремится к какой-то вот такой китайской модели. Все правда так, абсолютно верно говоришь. В целом, я бы сказала, что вот эта вот история построения экосистем, она действительно там родом из Китая, как мне кажется, там, субъективно. Ну, потому что давайте посмотрим на ту же Alibabu. У них просто есть все. У них и вот этот свой маркетплейс там AliExpress, и своя платежная система Alipaid из запамятных времен, через которую они проводят все платежи. У них и для этого есть его своя логистика, крупная логистическая компания Цайняо. В общем, реально все сервисы, которые им необходимы, у них есть в своем портфеле, и между ними очень плотная такая синергия. Наши в какой-то момент тоже решили идти этим путем, да и, собственно, западные компании примерно так же. Яндекс действительно очень похож в чем-то на Google. Они начинали абсолютно так же. Они сейчас развиваются похожим образом в похожих направлениях. Вот что касается там рынка, например, всяких беспилотных такси сейчас тоже Яндекс и Google, они, по сути, просто дисраптят этот рынок. И они не только по тем сервисам, которые у них уже есть, конкурируют, но они пытаются думать наперед и, в принципе, думают в одинаковом направлении. А что касается Сбербанка, ты верно говоришь, что очень сложно какой-то банк привести в пример, ровно потому, что действительно финтех, которым занимается Сбербанк, им классические банки на Западе не очень увлечены. То есть на Западе есть разные финтех-компании, но они не из банков вырастают. Они вырастают из маленьких стартапов, как правило. А у нас все немножко по-другому. Герман Оскаревич в какой-то момент загорелся вот этой вот идеей превратить Сбербанк в IT-компанию. Они ровно поэтому на сегодняшней презентации представили свой новый логотип и бренд, в котором вообще убрали слово «банк». Он в который раз повторяет, что они теперь просто Сбер. И это такая его долгосрочная стратегия. В принципе, мне кажется, что Сбербанк может себе позволить такое, учитывая то, насколько это успешное предприятие. Мы с тобой как-то уже обсуждали, что у них чистой прибыли за прошлый год почти триллион рублей. То есть люди могут позволить каким угодно образом развиваться, что-то пробовать новое, потому что у них на все это есть огромное количество денег. Если где-то что-то не выгорит, они сильно не расстроятся. При этом это кардинально две разных модели у Яндекса и у Сбербанка, потому что Яндекс рос органично. Вырос из поиска, продажа рекламы в интернете, потом разрос до каких-то новых направлений, часть отмерла. Но в целом он пришел к тому, что а. предоставляет интернет-сервисы, включая развлекательные, производство даже контента, а б. транспорт и логистика. Возит и перевозит. Курьеры, каршеринг, такси. Такси вообще под четверть годового дохода, кажется, у него. Что Сбербанк выглядит несколько таким неорганичным, сшитым из разных частей. До чего смогли дотянуться, то и взяли. Например, нужна была какая-то медиа составляющая. Взяли, прости господи, Рамблер. Нужно было такси. Тоже взяли, не лидера рынка. Какая из этих моделей тебе кажется более жизнеспособной, но и подходящей российскому рынку? Условно гугловская или условно вичатовская, китайская? Такие аналогии с гуглом или с вичатом я бы не проводила. Я по-другому немножко расскажу. Яндекс, он силен тем, что они умеют делать что-то с нуля и делают это классно. Понятно, что не все у них взлетает. То есть они там пробовали с Яндекс телефоном каким-нибудь, и тоже у них там не получилось. Пробовали сделать свою соцсеть, Ауру, и тоже они ее закрыли. То есть они где-то действительно тоже ошибаются, но в целом то, что у них есть успешного, они сделали это сами. Сбербанк, как и на самом деле его партнер Mail.ru, они умеют покупать, скажем так. Они берут сервис, который уже выстрелил, либо который растет очень стремительными темпами, и покупают его. Потом в дальнейшем начинают активно инвестировать, развивать его. Mail.ru так было и с Delivery Club. Они купили его. Это была очень большая, самая крупнейшая на тот момент сделка на вообще рынке доставки еды, там 100 миллионов долларов, по-моему. И купили они CityMobile, когда уже это был довольно успешный сервис в Москве. Сбербанк идет по той же самой стратегии. Они покупают, но просто в России не то чтобы очень много каких-то таких интернет-сервисов, дико успешных, которые бы конкурировали между собой на каком-то невероятном уровне. То есть есть Яндекс.Еда и есть Delivery Club. В принципе, в сервисах доставки еды это все. И если Сбербанк понимает, что с Яндексом у них уже не выгорело, то, конечно, они идут к Mail.ru и договариваются о том, что они партнерствуют с ними, там, из Delivery Club, в частности, по доставке еды. То же самое с сервисами такси. Там чуть большее разнообразие. Но все равно, например, в той же Москве Яндекс.Такси с Uber плюс CityMobile это такие наиболее популярные агрегаторы. Поэтому, опять же, с Яндексом не получилось. Окей, мы идем к их прямым конкурентам. Тут выбора особого нет. И именно поэтому иногда Сбербанк покупает, вот как ты говоришь, не самые такие передовые сервисы, но они пытаются их как-то разрабатывать. Ты знаешь, для меня, на самом деле, самая удивительная сделка Сбербанка, которая меня поразила просто как-то вот до глубины души, именно вот в том плане, что я понимаю, они просто купили, потому что это какой-никакой, но конкурент Яндекса. В общем, есть такая компания Cognitive Technologies, которая разрабатывает некий, ну, беспилотный транспорт, скажем так. Разрабатывает IT-систему для беспилотного вождения. Они, на самом деле, такая на российском рынке, в узких кругах широко известная компания, потому что у них очень хорошо все с пиаром, у них очень яркий руководитель. Но при этом, что касается успешности их разработок и в целом наличия некоторых разработок, о которых они заявляют, там есть большие вопросы. И пару лет назад буквально они пошли в этот рынок беспилотного авто, и вот недавно, собственно, 30% их, насколько я помню, может быть, по доле я ошибаюсь, ну, вот какую-то долю, в Cognitive Technologies купил Сбербанк. Сказать, что они не лидеры этого рынка, это не сказать ничего, но просто это, наверное, единственная компания, у которой какие-то там разработки в плане беспилотного авто имеются. И я понимаю, что Сбербанк пошел в эту сделку просто потому, что они понимают, что рынок беспилотного авто вполне вероятно будет дико бурно развиваться, что Яндекс просто там рвет всех на этом рынке. И, в принципе, тут нужно либо делать с нуля, что они не умеют, либо купить хоть кого-то, у кого есть какая-то команда, кто хоть какими-то разработками в этой сфере занимается. Я ничуть не хочу оскорбить там эту компанию, но понятное дело, что с Яндексом и с их беспилотными как бы разработками они не сравнятся. Но вот Сбербанк пошел и проинвестировал на всякий случай, а вдруг они выстрелят. Я тоже оговорюсь, я не хочу критически быть настроенным к Сбербанку. Тот же Герман Греф одно чудо сделал. Он из Сберкасс, где дамы в каких-нибудь районных отделениях валенки на батареях сушили, сделал такой нормальный хороший сервис и начал вот эту технологическую революцию. Возможно, его ждет и второй успех, и он построит полноценную IT-компанию, суперэкосистему. Но, тем не менее, вот эти купленные элементы, они приживаются? Удается за счет денег, тиражирования, опыта все-таки развивать эти сервисы? Или это все, как часто бывает в больших корпорациях, все, нас купили, мы успокоились, спокойненько получили бонусы, уволились. А как это будет работать, это уже не важно. В конце концов, корпорация спишет в качестве убытков каких-нибудь очередных. Ну и у самой корпорации до поры до времени остается центральное ядро, которое работает. Ну, в случае со Сбербанком банковский бизнес. Ну, тут пока рано судить. Все-таки для крупного бизнеса год-два это не срок. А большинство сделок, которые у Сбербанка произошли в рамках построения вот этой экосистемы, сделка по покупке Рамблера, по инвестициям и созданию совместного предприятия с Mail.ru Group, они же произошли буквально недавно, год-два назад. Поэтому пока очень сложно судить, помогают ли как-то присутствие Сбербанка, там, развитию этих сервисов, деньги, которые они вкладывают. Ну, посмотрим в перспективе и то, насколько все это приживется, потому что сейчас Сбербанк прям очень активно пытается все это строить вот действительно в некую экосистему, чтобы оно все взаимодействовало между собой, чтобы у тебя там была какая-нибудь телевизионная приставка Сбербокс, которую они вот сегодня показали. И ты с помощью нее мог заказывать фильмы в кинотеатре ОККО, и еще с помощью голосового ассистента, который они разработали, там, заказать тут же себе доставку попкорна из там сервиса доставки еды Самокат, который у Mail.ru группы, в который, соответственно, тоже Сбербанк, получается, вошел. В общем, чтобы это все работало прям между собой, и это была вот такая вот очень стройная система. Звучит в теории неплохо. Они показывают, как это все между собой может взаимодействовать довольно логично, но приживется ли, посмотрим. Давай к Яндексу еще вернемся и такой же прием с ним проделаем. Еще раз, Яндекс – это интернет-сервисы, плюс это автомобильное направление и разработка их беспилотной технологии. Они, очевидно, в ближайшем будущем будут действительно крайне перспективными, принесут им много денег, и их такси может слиться с их каршерингом. Вызывая с приложения автомобиль, к вам будет подъезжать беспилотный автомобиль, вы на нем будете ехать. Хотя он куда-нибудь дальше будет уезжать. Это, видимо, будет чрезвычайно любопытно. Вряд ли очень скоро, но в обозримом будущем. Вот это слияние с Тинькофф Банком анонсированное. Это новое, третье ядро бизнеса – банкинг, инвестиции, или это восполнение бреши, которая в Яндексе осталась после того, как они потеряли Яндекс.Деньги? Ну, надо транзакции проводить. Хорошо бы иметь своего оператора. Восполним. Тут, я думаю, что, во-первых, не случайно это все-таки банк Тинькофф. Понятно, что у Олега Тинькоффа там сейчас много своих проблем, поэтому он продает банк. Но я думаю, что не в каждый банк, у основателя которого есть проблемы, Яндекс бы пошел. Дело в том, что Тинькофф все-таки очень высокотехнологичный банк и, по сути, тоже IT-компания. То есть у Тинькоффа тоже есть там разные сервисы, у них есть свой мобильный оператор виртуальный. То есть это тоже такой банк, который развивался вообще там изначально без там отделений банкоматов. Они развивались именно как IT-компания. И в этом плане я думаю, что Тинькофф Яндексу просто интересен. Ну, там это успешный IT-бизнес, по сути. Почему бы не инвестировать в него? Это раз. Второй момент. Действительно, не секрет, что у Яндекса огромное количество интересов в финансовой сфере. Ну, потому что, да, транзакции нужно как-то проводить. Их огромное количество, наверное, это логично, когда у тебя такое большое количество транзакций. Ну, если просто посмотреть с точки зрения бизнеса, не отдавать комиссию за все эти платежи там какому-то стороннему банку, а чтобы она оседала в твоем же банке. Это просто выгодно. Я еще отмечу, что Яндекс.Деньги, они же как раз не были банком еще, хотя там у них была банковская лицензия, но они, по сути, не были банком. Они только в последние годы там стали развиваться как-то в этом направлении, свою банковскую карту выпустили. Но все равно Яндекс.Деньги какой-то такой в этом смысле сервис был. Не знаю, может быть, я просто скептично отношусь в принципе к этим всем сервисам перевода платежей, которые не являются банковским бизнесом. Просто мне кажется, что с точки зрения пользователей они как-то уже не росли в последние годы, что не было большого ажиотажа вокруг вот этих всех там виртуальных денег. Все вот эти сервисы, там, WebMoney, Kiwi, Яндекс.Деньги, они в какой-то момент, опять же, мое сугубо скептичное такое мнение, они стали во многом очень использоваться для всяких там разных теневых операций. Их в этом очень сильно обвиняли все наши депутаты, которые недавно там закон приняли соответствующий, что, в общем, через них очень много проводилось всяких анонимных платежей за не самые легальные услуги. Их очень часто использовали для этого. А для такого классического банковского бизнеса, для какого-то классического перевода платежей все-таки использовали вот стандартные финансовые институты. Потому что сейчас это все очень удобно. У нас уже с карты на карты моментальные переводы. То есть нет для этого смысла там заводить себе кошелек в Яндекс.Деньгах, как это раньше было. Мне кажется, что вот время этих сервисов, оно немножко ушло. И вот эта вот сделка между Сбербанком и Яндексом по разделу имущества, она хорошо это демонстрирует ведь за свою долю в Яндекс.Деньгах 25-процентную. Яндекс получит всего 2,4 миллиарда рублей. Ну то есть не очень большую сумму. Что можно сказать про будущее двух этих корпораций, двух этих гигантов? Как они будут существовать, грызть друг друга, что нового предлагать и на какие новые перспективные направления отправиться? И мы, как пользователи, что увидим от них? Потому что вот по Грефу и по Яндексу, когда я захожу в какое-нибудь Яндексовское приложение, я вижу, что они хотят сделать меня своим подписчиком, таким адептом, чтобы я чехом подписался на них и, в общем, был счастлив только с ними. Они будут пытаться разделить российских граждан на две паствы. Да, и ты знаешь, даже не то, что на две. Вот, например, что касается этих подписок, сначала появился Яндекс.Плюс, потом у Mail.Ru появилась их подписка Combo, и сейчас Сбербанк запускает свою подписку Сбербанк. У меня в связи с этим вопросы, останется ли у Mail.Ru подписка Combo, потому что Сбербанк включает все эти сервисы Mail.Ru, в которые проинвестировал Сбербанк. То есть там доставку еды, такси. Это те же самые основные сервисы, скидки на которые предлагала и подписка Mail.Ru. Вот, то есть они даже там между собой, мне кажется, не до конца как-то что-то там поделили и договорились. Понятно, что сейчас действительно они пытаются там как-то пользователей сделать адептами своей экосистемы. Что вот вы покупаете у нас эту подписку, вы получаете отличные скидки и прям полный спектр сервисов, чтобы развлекаться, экономить, куда-то ездить, в общем, делать все, что угодно, жить, по сути. Я не знаю, насколько у нас эти подписки сейчас будут пользоваться в ближайшее время какой-то такой популярностью. Все-таки, знаешь, у нас люди как-то только вот в каких-то таких прям больших городах, наверное, там в Москве, в Питере, и при этом люди какого-то такого среднего класса, они могут себе позволить заплатить за контент, заплатить за какие-то там скидки на сервисы, ну, понимая, что это там в перспективе выгодно. Но на самом деле сервисами доставки еды по России не сказать, чтобы пользовалось какое-то адское количество людей. То же самое с сервисами такси. Они чуть популярнее, но все равно ими не пользуются повсеместно люди. У нас все-таки страна живет немножко по-другому, и нужно понимать, что там Москва – это не вся Россия. Хотя вся Россия перешла на переводы по телефону, да? Кинешь на Сбер – это же, в общем, обиходная фраза. Будет ли кинь на Яндекс, кинь на Тинькофф? Нет, это просто удобно, и это не требует от тебя как раз никаких денег. То есть сейчас же все вот эти вот переводы по номеру телефона, они вообще без комиссии между банками. Это же дико удобно и не требует от тебя дополнительных затрат. Смартфон есть у всех. То есть то, что безденежное и удобное, высокотехнологичное, конечно, люди тут же внедряют свою жизнь. А то, где нужно чуть-чуть заплатить все-таки, причем заплатить именно, знаешь, вот за контент, там, я не знаю, вот за подписку в онлайн кинотеатр, за подписку на музыку. Пока у нас со скрипом все это развивается, у нас все-таки страна такая очень пиратская. У нас все пользовались торрентами еще не так давно и, в общем, до сих пор пользуются во многом. Все равно Роскомнадзор все это не победил. А вот эти вот подписки Сберпрайм, Яндекс Плюс, они же во многом, если убрать скидки на такси, на доставку еды, они во многом все остальное предоставляют скидку на контент именно. А за контент у нас платить пока вот как-то люди со скрипом решаются. Плачу за интернет, это называется, еще и за фильм заплатить. Конечно. Давай на более высокий уровень обобщения перейдем. Часто говорится, что Россия уникальная страна. У нас в свободных условиях без жесткого административного прессинга сложились свои национальные IT-гиганты. Поисковик, раньше было несколько поисковиков, да, свой. Соцсети, свои. Мессенджеры, свои. Ну и так далее. Не Google с Facebook, как почти везде в мире, кроме Китая, а Яндекс, VK, OK и прочее. На длинной дистанции это все сохранится, потому что технологии искусственного интеллекта, они кажутся тем успешнее, чем больше база обработки данных. И глобально все-таки США и Китай останутся, или у России будет возможность сохранить свою вот эту самостийность. Ну, Китай тоже развивается во многом за счет не только вот этого великого китайского фаервола, который прям ограничивает все, а именно за счет вот такой собственной какой-то идентификации и собственного языка. То есть там разработать поисковик на китайском — это, в принципе, та еще задача. И это как раз та проблема, которая там была у Яндекса, когда они пытались выходить на мировые рынки, что, в общем, работать на некоторых языках там довольно сложно. Но это я ухожу уже в сторону. В общем, мне кажется, отвечая на твой вопрос, что просто у нас на данный момент эти сервисы на довольно высоком уровне работают, и нет никаких предпосылок к тому, чтобы они умерли, и их заменил там только какой-нибудь Google или какой-нибудь WeChat. То есть Яндекс, нужно понимать, что у них огромная поисковая доля на российском рынке. Она больше, чем поисковая доля Гугла. Чуть-чуть, но больше. То есть у них здесь очень жесткая конкуренция с Гуглом, но Яндекс очень-очень много лет лидер поискового рынка российского. И нет никаких предпосылок к тому, чтобы люди перестали вдруг в один момент пользоваться Яндекс.Поиском, если только они сами сильно не ухудшат свой алгоритм. Так что люди просто поймут, что Яндекс, действительно проигрывают Гуглу. Но я не думаю, что это произойдет. Все-таки там хорошие специалисты работают. Что касается там всяких мессенджеров. Телеграм на данный момент, который, ну, самый успешный, наверное, российский мессенджер, хотя тоже это спорный вопрос, насколько его можно называть российским, но сделан он российским парнем изначально и в России. Он же сейчас в мировом разрезе тоже очень успешен. Ну, там, в Иране это дико успешный мессенджер, и когда его там блочили, я помню, как разный мелкий иранский бизнес, который с помощью него организовывал свою работу, писал там всякие петиции и жалобные письма, прося госорганы не лишать их Телеграма. Была и такая история. То есть, в принципе, какие-то сервисы у нас популярны только внутри. Например, Яндекс.Поиск, он, по сути, популярен там только в русскоязычных странах. Они не смогли выйти на какие-то другие рынки. Ну, я говорю так условно, не смогли успешно это сделать. Они пытались, например, выйти на рынок Турции, там заняли очень небольшую поисковую долю, но при этом так и не смогли где-то там стать еще лидером рынка, кроме как в русскоязычных странах. Но есть другие примеры, когда действительно российские компании довольно популярны за рубежом. И у нас же хорошая действительно по-прежнему школа, у нас очень крутые специалисты развиваются. Некоторые из них уезжают после обучения там за рубеж, некоторые остаются. Но мне кажется, что базис такой есть для дальнейшего развития. Если наши госорганы не будут сильно зажимать разным регулированием российские эти компании, плюс если в целом политическая обстановка в стране будет более стабильной, чем сейчас, то мне кажется, российскому эти рынку мало что угрожает в какой-то краткосрочной перспективе. В долгосрочной очень сложно предсказать, что там будет. Это во многом зависит в целом глобально от ситуации в стране. Ну, я тут оптимист. В общем, мне кажется, что IT-рынок в России – это то, чем действительно можно гордиться. Мы говорили с журналисткой «Медузы» Марии Коломыченко. Спасибо, Маша. Пока. Влад, было приятно поболтать с тобой. Пока. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Прошлый наш выпуск назывался «400 репортеров со всего мира изучили очередную утечку документами Минфина и США». Если вы еще не послушали, крайне рекомендую это сделать. Другие выпуски «Что случилось?», равные прочие подкасты «Медузы», можно слушать в нашем мобильном приложении и на сайте, ну или на любой большой платформе для подкастов, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыку, YouTube и так далее. Если есть пожелания и предложения, присылайте их на электронную почту. Наш адрес – подкастсобакамедуза.io, а можно в Telegram. Там наше имя – Медуза Лавзью. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok